Декабрь 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 в Ютубе я повторю этот стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Благодаря тому, что Иисус Христос сделал для нас на кресте, мы спасаемся, мы не погибаем, но мы приобретаем жизнь вечную, жизнь вечную с Богом на небесах. Альтернатива жизни вечной с Богом на небесах – это вечное томление в аду. Писание не дает какого-то детального описания, как будет в аду или как будет на небесах. Говорится, что в аду будет плохо, что там плащ и скрежет зубов, очень будет плохо, все самое плохое будет там вечно сопрождать человека, но небеса, говорится так о них, что не видел это око, не слышал это ухо, не приходило то на сердце человека, что Господь приготовил любящим Его. Что-то особенно хорошее нас ждет на небесах, там не будет болезней, там не будет плача, там будет все совершенное, и это будет всегда, никогда не будет заканчиваться. Следующее, что мы имеем в Иисусе Христе – это мы духовно оживаем. Мы из мертвых духовно превращаемся в живых духовно, если так можно сказать, духовное создание. В Ефесянам 2 глава, например, 5 стих написано «И нас, мертвых, по преступлениям, а вы животворил со Христом благодатью вы спасены». Написано также в 1 стихе «И вас, мертвых, по преступлениям и грехах ваших, по которым вы некогда жили». То есть до того, как Иисус Христос умер за нас на костей, до того, как мы уверовали в это, мы находимся в таком состоянии мертвого духовно человека. Мы знаем из Писания, что это произошло очень давно, когда Адам и Ева согрешили в Адемском саду еще, и Бог Отец их предупредил, что если они в пусть это дерево, которого нельзя было это делать, то они умрут, и они умерли не физически, потому что они продолжали после этого жить, но духовно. И с тех пор каждый человек, у которого есть грех в жизни, он духовно мертв. И только в Иисусе Христе происходит такое возрождение. Следующее, что мы получаем в Иисусе Христе, это мы получаем прощение наших грехов, безусловно. То есть мы получаем жизнь вечную, мы духовно оживаем, и мы получаем прощение наших грехов. Возможно, порядок у меня не самый лучший, возможно, надо было значить прощение грехов, оживление, жизнь вечную, но в любом случае, это все важные приобретения, которые мы получаем благодаря тому, что Иисус Христос сделал для нас. Мы получаем прощение наших грехов. Послание к Алтянам, 1 глава, 12 стих, 14 стих, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение наших грехов. Это очень важно для нас. Это очень важно для нас не только для жизни вечной, потому что мы рождаемся свыше, мы получаем жизнь вечную, мы спасаемся, но еще в нашей жизни мы освобождаемся от последствий греха. Наши все грехи прощены. Причем в Писании написано, что Иисус Христос, принеся себя единократно в жертву, навсегда сделал освящаемых, совершенными. Наши грехи, настоящие, прошлые и будущие, они все прощены, если мы исповедуем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Еще один важный момент, что происходит, когда мы примиряемся верой в Иисуса Христа, это то, что мы примиряемся с Богом. Написано в послании к римлянам, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». А в послании Колоссяного написано, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью». То есть до принятия Иисуса Христа мы из-за наших грехов, из-за наших расположений к греховным делам, плохим делам, мы были врагами Бога. Мы отвергали Бога, мы делали неугодно Ему. И только благодаря тому, что Иисус Христос выкупил нас на кресте, освободил нас от греха, спас нас на кресте, мы примирились с Богом. Правда, это замечательно. Правда, замечательно осознавать, что Бог, ну, мы имеем мир с самым великим Богом, да, Бог нас любит, принимает, и ничто уже не мешает нам, ничего нету такого в нашей жизни, чтобы приводило к вражде с Богом. Еще один пункт – это освобождение от рабства греха. Написано, что, в послании к римлянам, «Знаешь, что ветхий наш человек распят с ним, с Иисусом Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Это удивительно, это удивительно, это важно, это важно понимать, потому что не только… мы не должны себя ограничивать тем, что тут только мы имеем жизнь вечную, и вот сейчас вот живем и ожидаем, когда мы ее получим, и вот там на небесах мы станем совершенными. Но вот прямо сейчас написано, что мы уже не рабы греха, что благодаря тому, что с Иисусом Христом наша греховная природа распята, мы освобождаемся от рабства греха. Да, безусловно, у нас есть выбор, мы можем жить по плоти, мы можем жить по духу, но до этого, до уверования в Иисуса Христа, до того, как мы примем то, что сделал Иисус Христос для нас на кресте, у нас нет этого выбора, мы всегда жили по плоти. А сейчас мы можем жить по духу, и поэтому мы уже не рабы греха, еще один пункт, который мы приобретаем, приняв Иисуса Христа, приняв то, что Он сделал для нас на кресте, это то, что мы избавляемся от власти тьмы. И входим в Царство Возлюбленного Сына, то есть избавляемся от власти тьмы. Вот как это написано, например, послание Колоссянам, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство Возлюбленного Сына Своего». До того, как мы принимаем Иисуса Христа, мы находимся у власти Царства тьмы. Я думаю, что если мы об этом скажем человеку, который не ходит, не знает Иисуса Христа, не родился свыше, то он, наверное, даже может с нами не согласиться сказать, ну в каком я Царстве, какое Царство тьмы, ничего такого нет, это вы придумываете. Но Царство тьмы, оно поэтому Царство тьмы, что человек, когда там находится, он не видит ничего, он не видит там ни сатану, ни демонов, ни каких-то других вещей, потому что там тьма. Но когда он освобождается и выходит, и входит в свет, вот тогда он понимает, какая ужасная тьма в Царстве тьмы. И люди, которые принимают Иисуса Христа, они освобождаются от тьмы и приходят в свет Божий. Буду закругляться, буду еще более коротко говорить, но еще, например, мы получаем духовное благословение. Написано в Евстианам, что Бог Отец в Иисусе Христе благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Мы получаем Духа Святого. Мы становимся сопричастниками божественного естества. Мы становимся, благодаря этому приобретаем все необходимое для жизни и для благочестия. Вот этот список, наверное, если честно, можно было бы еще продолжать и продолжать. Я в своей христианской жизни, на самом деле, пришел к такому выводу, что познание Христа и познание того, что сделал для нас Иисус Христос на кресте и как это важно, оно продолжается. Оно не какое-то такое статическое, оно динамическое. Чем больше мы познаем Бога, тем больше мы видим, какая благодать идет от Христа, как важно пребывать в отношениях со Христом, как важно пребывать в Его благодати. Опять же, я это все напомнил нам. Почему? Потому что мы входим в празднование Рождества, и поэтому очень важно помнить, какое благословение мы имеем. Ну и я думаю, что неправильно будет не сказать о том, что это все касается, все эти благословения касаются только тех людей, которые принимают Иисуса Христа, которые веруют Его, которые исповедуют Его своим Богом и Спасителем. Тогда это все входит в их жизнь, они это все приобретают. И, конечно, которые люди отвергают Иисуса Христа, то они, вот этот праздник, этот радостный праздник, он по сути не касается их никаким образом, к сожалению. Вот, ну, вернемся к позитиву, что много благодати, много такой радости благодаря тому, что Иисус Христос пришел в этот мир. Я приглашаю сейчас, давайте встанем, давайте помолимся, давайте попросим благословения на наше собрание. Дорогой Господь, дорогой Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас настолько возлюбил, что отдал своего единородного Сына за нас на смерть, для того, чтобы мы получили жизнь, для того, чтобы мы получили все вот эти благословения, о которых мы говорили, чтобы мы вышли из царства тьмы, вошли в Твой свет и приобрели Тебя, и у нас появилась эта привилегия иметь отношение с Тобой, чтобы мы могли на Тебя называть, как нашего Отца, а во Отче, чтобы мы были в Твоей благодати, мы были свободны, мы были свободны от греха, мы были новым созданием, новым творением в Иисусе Христе. Благодарим Тебя за это. Мы просим Тебя, дорогой Господь, пожалуйста, благослови сейчас наше собрание. Мы просим Тебя, благослови каждое сердце каждого человека, которого Ты сюда привел. Мы просим Тебя, благослови каждого человека и его сердца, которое смотрит нас онлайн сейчас. Мы просим Тебя, чтобы в Твоей благодати, в Духе Святом мы сейчас Тебя прославили, исполнены были познания Тебя, исполнились отношения, хороших отношений с тобой веры, укрепились твои истины, твердо укрепились нашим внутренним человеком в Иисусе Христе. Благослови нас. Мы просим тебя об этом во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Благослови нас. 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 Бог, Ты так нужен мне, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне, Ты путь, Ты истина, Ты жизнь, Меня так дивно сотворит, Буду Тебя хвалить, Тебе известны все пути, Убили сердце и мечты, Все, что во мне, возьми, Иисус. Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе, Бог, Ты так нужен мне, Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Субтитры создавал DimaTorzok В Твоем Святом Присутствии Горы проблем, горы греха, горы беды и неудачи От Твоего лица тают горы Горы проблем, горы греха, горы беды и неудачи От Твоего лица тают горы Мне хорошо в доме Твоем, мне хорошо с Тобой Твоем Мне хорошо, Иисус, в доме Твоем Мне хорошо в доме Твоем Мне хорошо с Тобой Твоем Мне хорошо, Иисус, в доме Твоем В Твоем Святом Присутствии В Твоем Святом Присутствии В Твоем Святом Присутствии В Твоем Святом Присутствии Тают горы Горы проблем, горы греха, горы беды и неудачи Неудачи от твоего лица тают горы, горы тают, горы проблем, горы греха, горы беды и неудачи от твоего лица тают горы. Полони мене, за собою клич. Ось я на колінах знов, ти як друг мені промов. Справа ти моя, насолода ти. І нічого світі цінь не дарує Богу ти. Тільки ти один, тільки ти один. То мій усе, усе чого я прагну. Тобі усе, ця повнота в тобі. Полони мене, за собою клич. Ось я на колінах знов, ти як друг мені будь. Справа ти моя, насолода ти. І нічого світі цінь не дарує Богу ти. Тільки ти один, тільки ти один. Тобі усе, усе чого я прагну. Тобі усе, усе чого я прагну. Тобі усе, вся повнота в тобі. Вся повнота в тобі. Тобі усе, всі, 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 всі. Діти, ви відчуваєте, що наближається свято Різдва? Так, Різдво наближається. Сідайте, будь ласка, всім зручно, щоб було. І Різдво приносить в нашу країну якусь особливу атмосферу. Діти, мабуть, радіють, що будуть подарунки, буде якась радість. І, взагалі, весь народ якось приходить до тями і починає думати про те, що ми живемо не тільки для себе, а живемо і щоб допомагати ближнім, щоб турбуватися про нуждених. І я хотіла оголосити, що ми в церкві всі вирішили провести акцію благодійну, яка називається «Подарунок для дитини на Донбасі». Ми знаємо, що у нас в країні на Донбасі ще продовжується війна. І там з економікою не дуже все добре, і там дітки радіють більше подарункам, бо їх отримують не так багато, бо батьки не можуть їм самі купити. І тому, що ми будемо робити? Наступного неділі ми пропонуємо вам домовитися з батьками і піти і обрати якийсь подаруночок для дитини з Донбасу. Принести сюди, а ще фонд Мінді буде допомагати, ми сформуємо подарунки і відправимо їх на Донбас. А сьогодні ще зробимо на недільній школі листівки. Що туди ми можемо покласти? Давайте ви згадайте, останнім часом хтось вам щось дарував, щось купував, щось вам приносило радість. От у Маші запитаю, тут вона сидить тихенько. Маша, останнім часом ти мабуть багато подарунок отримувала, в тебе був день народження. От скажи, що тобі було найприємніше отримати? Ну було багато чого, я не знаю. Я не знаю. Не знаєш? Це дуже дивно. Дійсно, забагато було подарунки, бо був день народження і все змішалося. Діти, от подумайте, щоб вам було приємно отримати. І от та річ, про яку ви подумали, от її придбайте разом з батьками і принесіть, і ми покладемо в цей подарунок. Діти у нас різні. Від двох років до чотирнадцяти. Тому ви орієнтуєтесь на таку дитину, як ви самі. От, Ерні, ти можеш зробити подарунок хлопчику, який живе на Донбасі, який такий же, як ти. І вік такий, як ти, і вподобання у нього такі, як у тебе. Добре? Ви зрозуміли, що ми будемо робити? От, все я сказала, що хотела, мабуть, все. Тепер Діма за нас помолиться. Да, давайте помолимся просто за наших дітей. Действительно, це замечательна идея, що вони вже участвують в допомогі другим дітям. Я думаю, це замечательний пример. Давайте будемо молитися, щоб хорошо воскресна школа була, щоб діти наші знали благодать, да, знали Бога лично. Дорогий Господь, ми благодарим Тебя за наших дітей. Ми просимо Тебя, благослови, пожалуйста, воскресну школу. Ми просимо Тебя, щоб це було особе время, особе время Твої благодати, коли вони не тільки хорошо проводять час, але вони познають Твою істину, коли вони познають Тебя. Ми просимо, щоб наші діти як можна раніше прийшли до познання Тебя, щоб Твоя благодать була з ними завжди, щоб вони багато зробили Тебя, щоб Твоє святое імя прославилось в їхніх жизнях. І ми також просимо Тебя за цей проект помощи дітям з Донбаса. Благослови його, благослови всех нас, як церковь, благослови дітей, які будуть получати. Ми просимо, щоб цей Цвет Твой туди просветило на Донбас, щоб діти там увидели Его і прославили Тебя. Ми просимо об цьому в ім'я Ісуса Христа. Аминь. Все, діти, благословений. А я приглашаю Сергея Борисовича. Дима, подожди. Ми к Маскам относимося серйозно не тільки перед законом, но і перед другом. У мене сьогодні інтересна проповідь. Вернее, не проповідь, я ще не знаю, как получится, а вот тема хорошая. А вот как вы оцениваете? Начинається со слова «как». Как быть успешным перед Богом? Как вам кажется тема? Я вам скажу, что, наверное, 50 на 50. Дело в том, что сейчас вот обычно люди проводят семинары, и обычно все семинары, на которые люди раскупают билеты и приходят послушать, начинается слово «как». Ну, например, как иметь хорошие продажи. Как завоевать расположение у девушки или у девушек, или наоборот, у парня. Как написать хорошее интервью, чтобы поступить на работу. Ну, какие-то, может быть, одна или две темы из этих вам показались, может быть, интересными. По крайней мере, это хорошее начало для того, чтобы сделать интересную, такой привлекательный семинар. Но я вам скажу, что вторая половина у меня не получилась. Как иметь успех перед Богом? Оно выглядит слишком абстрактно. Вот если, например, перед женой, или перед детьми, или перед молодежью, это более конкретно. А перед Богом он далеко, и он разберется. У нас успех все равно, наверное, не получится. Так мы можем рассуждать. На самом деле, я думаю, что это очень важная тема для нас, и поэтому надеюсь, что мы с ней сегодня разберемся. Но для того, чтобы ее сделать более такой точечной, еще более привлекательной, я ее хочу сделать, привязать к чему-то конкретному. И для этого позаимствую название для, или под заголовок, вернее, для этой проповеди у нашего знакомого профессора Брайана Витбена. Я упоминал об этом когда-то, когда проповедовал, что слышал у него очень хорошую проповедь, которая называется «Одежда для успеха». И вот я комбинирую, как иметь успех перед Богом, и «Одежда для успеха». Я возьму, разовью эту тему, я не могу пересказать проповедь Брайана Витбена, но тему и отправную точку, я думаю, что я запомнил хорошо. И текст у нас будет из Нагорной проповеди. Мы в прошлый раз остановились, мы с вами читали о том, как Христос говорил, что «Вы соль земли, и вы свет мира». И я возьму немножко для разгона как раз вот немножко с того, что мы уже с вами разбирали в прошлый раз, и пройдем немного дальше. Итак, тема «Как иметь успех перед Богом?» и под заголовок «Одежда для успеха». Пятая глава Евангелия от Матфея, 14 стиха. «Вы свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечники, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, если нарушит, кто одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. Я помню Брайан Витбен, профессор семитских языков и Ветхого Завета и очень знающий человек в истории и культуре Израиля. Он говорил, что проповедь, Нагорная проповедь, она на самом деле состоит из многих разных проповедей. То есть, это здесь как будто бы темы или конспекты из разных проповедей собраны в одно место и изложены в виде одной проповеди. Ну, возникает вопрос, зачем Евангелист Матфей это сделал? И он тогда говорит, что это важно понимать, что он писал эту проповедь для своих современников, которые жили в первом веке. И для того, чтобы понять, зачем он так оформил разные проповеди в одну, которую мы называем сегодня Нагорной, важно понимать, какие у них были проблемы. А проблема у них была как раз вот эта самая, с которой я начал. Как иметь успех перед Богом? Ну, представьте себе, у них было Писание, которое было оставлено для их праотцев, которое касалось их лично, они это твердо знали, они этого твердо держались. И в этом Писании им было обещано, что если они будут исполнять заповеди Божии, то они будут иметь успех. Этот успех будет выражаться в конкретных вещах, например, таких, как не будет у них других захватчиков, которые бы поработили бы их самих, их землю и властвовали над ними. Они будут иметь свое собственное царство, своего царя, который будет служить Господу, и они будут жить в благоденствии. И они знали, что однажды они нарушили законы Божии. Они жили не по заповедям Божьим. И поэтому их постигло поражение. Пришли враги, поразили их города и забрали их в плен. И они провели многие-многие годы в Вавилонском плену. А теперь они вернулись из Вавилонского плена. Они вернулись домой. И они изо всех сил стараются исполнить все заповеди. Потому что ведь Завет был заключен. Он назывался еще, мы называем его Ветхий Завет. Они не понимали, что это Ветхий Завет. Для них это был один-единственный Завет. Это было содержание Писаний, книг Моисея и пророков. И они настолько старались это все исполнять, что они просто разбили абсолютно не только 10 заповедей Моисея, которые записаны в книге Исход, но абсолютно все остальные стихи, которые что-то предписывают или что-то разрешают. И они твердо знали, что есть 278 запрещений и 365 разрешений. И если ты их все будешь знать и знать, как сегодня исполнять, то ты будешь иметь успех перед Богом. Не ты, они никогда не говорили про себя в единственном числе. Мы сегодня пели несколько псалмов, и там повторялось, мне хорошо с тобой вдвоем, например. Ну какой же вдвоем? Смотрите, как нас много. Нам хорошо вместе быть с Богом. Но я не хочу придираться к словам, но идею вы поняли. У них немножко не так. Мы сегодня индивидуалисты. Мы с вами все переводим на я и ты, я и он. А они всегда понимали, что они вместе, один народ. Кстати, и церковь так должна быть. Мы в Джероле тоже должны так относиться. Мы вместе. Господь на нас смотрит, как на свою церковь. Они разделяют каждого по отдельности. Ну как бы там ни было. Тема-то нашей проповеди о том, как они, вот эти вот читатели Евангелия от Матфея в первом веке, как они искали ответ, как им иметь успех перед Богом. Потому что они знали, что и книжники, и фарисеи, и даже садукеи, тем более зелоты, каждый по-своему старались угодить Богу. Так, чтобы иметь успех перед ним. Так, чтобы Бог благословил их народ. Чтобы у них был благочестивый царь. Чтобы язычники ушли с их земли. Не было больше этой страшной языческой империи, которая пришла к ним с севера и поработила их, и диктует им, каким теперь вы. Вот проблема, которой у них было. Ну, ладно. Это такой вопрос. Такой вопрос, который был у них. Когда мы смотрим на них, теперь мы понимаем, что у них есть вопрос, который, может быть, несколько касается и нас. Потому что ведь мы тоже так часто понимаем и задумываемся. Например, если кто-то из нас заболел, мы думаем, может быть, я в чем-то нарушил волю Божию. Может быть, я ему как-то не угодил. Может быть, что-то я не так сделал. Я не очень успешно вел себя перед ними. Вот теперь болезнь. А может быть, не только на меня, а может быть, и на многих, на семью, и на всю страну и так далее. Так целые страны, даже сейчас говорят, есть такая одна страна на Западе. Большая-большая страна, не будем ее называть по имени, все знают. И вот эта страна, она считает себя христианской. И вот как только у них что-то политически пойдет не так, они сразу думают, мы христианская страна, и мы, наверное, не угодили Богу. Наверное, мы не имели перед ними успеха. Вот теперь у нас, получается, все эти наказания. И президент не тот, и политики не те, и вообще все как-то, и радио не то, и телевизор не тот. И так они переживают. То есть это, в принципе, нам тоже как-то знакомо. Правильно это или нет, это другой вопрос. Но понимание нам понятно. Но я хочу немножко остановиться здесь и отвлечься, и немножко так зацепиться за что-то живое, за современное. Вот, например, как мы себе представляем успешных людей, ну не перед Богом, а вообще в жизни. И вот теперь я перехожу к этой теме одежды для успеха, про которую вспоминал Брайан Витлен. Видите, дело в том, что где-то 45 лет тому назад, почти точно 45 лет назад, был один человек, его звали Джон Малой. Ему еще не было 40 лет, и он сделал исследование и написал книгу. А эта книга в переводе на русский называется «Одежда для успеха» или «Одеваться для успеха». Дело в том, что он изучил, как одеваются успешные люди, молодые люди в то время. И он классифицировал вот такого-то цвета пиджак, вот такая-то рубашка должна быть, такой-то галстук, если это женщины, тоже должно быть такое. И вот он все это оформил в книге, и эта книга имела огромный успех. Многие так и решили, что если человек ходит в белой рубашке, то это значит, что он будет восприниматься как честный человек. Если у него темно-синий пиджак, то это значит, что этот человек имеет особые авторитеты и влияние. И так далее. Так они считали. Уже время прошло, сейчас уже по-другому думают. Человеку этому сейчас Джону Малое 83 года. Он написал много других книг. Последние, кажется, в прошлом году, это я вот буквально недавно узнал, прогуглил, если хотите знать, особенно этим не занимался раньше, но интересно. Последняя книга, которую он написал и имеет сейчас большой успех, это как вам за два месяца или меньше стать очень популярным? Как гарантированно вы можете быть популярным за 45 или 60 дней? То есть продолжает человек этим заниматься, рассказывать, как иметь успех у людей. Ну, а я так себе вспомнил. Я вспоминаю, что обычно действительно одежда, она как-то сигнализирует что-то другим людям. Она сигнализирует, чем я готов заниматься или что я люблю делать, чему я посвящаю свою жизнь. Ещё она сигнализирует о том, что я успешный человек или нет. В разное время это было по-разному, но вот раньше, когда я ещё был молодым человеком и совсем молодым человеком, одежда была большая проблема. Вообще всё было большая проблема, но одежда особенно. И вот одно время я помню, что признаком успеха было, если у человека были, например, ну это уже у взрослых людей, пыжиковая шапка и дублёнка. А если это люди помоложе, то это значит, например, что у человека были джинсы. А ещё раньше, ну просто брюки-клёш. Если у тебя есть брюки-клёш, уже ты успешный человек. Ну и можно продолжать. Потом появились чуть позже малиновые пиджики. И если мы увидим кого-то в малиновом пиджике, некоторые улыбаются, уже теперь относятся к вам, вы уже вспоминаете эти времена. Значит, успешный человек. А другие по-другому. Просто если треники-адидас надел, тоже успешный по-своему. Ещё больше улыбаетесь, понятно. Ну и сейчас у нас другая оценка. Например, строгий пиджак. Да ещё если с галстуками, с рубашкой, и неплохо выглядит. Да ещё если подороже, тоже понятно, что этот человек, наверное, успешный. Кстати, Джон Малой так и говорит, даже если вы не имеете работу, даже если у вас особого нет успеха, постарайтесь одеться поприличнее, по крайней мере, вот отсюда и выше. Выложите туда все свои деньги, и успех найдёт вас. Попробуйте. Я не знаю, может быть, вы пробовали уже или нет. Так считает Малой. Теперь возвращаемся к нашей истории. Как иметь успех перед Богом? Знаете, я хочу сейчас развернуться резко и посмотреть, есть ли это так? Если действительно, мы согласны, улыбаемся и киваем головой, что действительно иногда одежда нам помогает получить хорошую работу, получить расположение человека, который для нас важен и так далее. Почему? Почему в Евангелии, в Библии, ничего не говорится об одежде Иисуса? Ну правда, кроме нескольких моментов. И причём эти моменты, где говорится об одежде Иисуса, где говорится, например, о цвете одежды Иисуса, это связано с тем, что ему кто-то дал чужую одежду и заставил его одеть. Ну вот, например, помните вы, как Иисуса, которого привели уже на пытки, на мучения, одели в красную одежду? Скорее всего, это был красный власть римского воина. Он был похож на пурпурную ткань, которую одевали только императоры. И самые-самые важные знатные люди Рима. То есть посмеялись на них. Или, например, если взять в Евангелии от Луки 23 главе, там, когда он пришёл, и его Пилат послал, чтобы его отвели к Ироду, который случилось в то время был в Иерусалиме. Ирод Антипой его звали. Мы ещё к нему вернёмся, к этому Антипе. И вот он его допрашивает, и Иисус просто молчит. И после этого его одели, написано «в светлые одежды». Одели в светлые одежды и отправили. Светлые одежды – это на самом деле белые одежды. Светлые или белые одежды, они выделялись в то время. Ну, стирка не такая была, как сейчас, поэтому, в основном, у простых людей одежда была более такая серенькая, такая обычная. А у людей познатнее, которые ходили только по городу, не ходили там, где много слишком пыли. В Иерусалиме, кто из вас был-то, знаете, там в те времена особенно были такие ровные, красивые, чистые камушки. Поэтому, если у тебя белая одежда, ты можешь не запачкаться, в принципе. И вот одели его в светлые, в белые. Или буквально это слово, оно близкое к наше слово «лампа», «лампра». Оно, я думаю, происходит оттуда, насколько я могу знать, насколько я изучал. И вот это вот, это слово как раз обозначает светящейся одеждой, блистающей одеждой, светлой одеждой. Зачем я на этом остановился? А затем, что мы забыли, наверное, уже. Мы ведь начали с вами с этого стиха. «Высвет миру! Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Помните, я уже вам рассказывал о том, что речь идет здесь о городе Сифоросе. Это город, который стоял действительно буквально на верху горы, и он светился, он блистал, он был белым. Так его построили. Так его построили, что когда солнышко восходит, оно отражается от его белоснежных камней, из которых были сделаны его здания, мрамор, колонны, все это. И он светился. И куда он светился? Он был построен посреди, ну, вообще, самой депрессивной территории, мы бы сегодня сказали. Да, там была более-менее хорошая земля по сравнению со всеми остальными, которые были в Палестине. Там было развитое сельское хозяйство, но жили люди там бедные, эти все крестьяне, которые там были. Городишки там были тоже унылые. И вот посреди этого, можно сказать, с римской точки зрения, с точки зрения таких людей состоятельных убожества, вдруг удивительный город. Да еще наверху горы светится. И вот Брайан Видно рассказывает эту историю, я не буду ее все пересказывать, я просто упомяну о том, что этот самый Ирод Антипа, он был одним из сыновей Ирода Великого, ну тот, который хотел убить Иисуса младенца, приказал казнить младенца в Эфилиеме, но мы знаем эту всю историю, у него ничего не получилось. Так вот у него было много сыновей, и четырем из них разделили, даже там получилось в одно время трем, разделили всю землю, которую в неравной степени досталось там каждому кусочку. И вот Ироду Антипе, он претендовал, однажды его отец говорил, что он будет полностью единственным царем, потом передумал и отдал ему только Галилею и Перею. И вот этот Ирод Антипа, он был еще интересен тем, что он окончил университет в Риме. Но время вообще учиться это было все равно, что сегодня там в Госфорде или в Гарварде, а тут он еще учился на самой-самой удивительной специальности архитектура, в архитектурном институте, так сказать, он учился. И в Риме, мы знаем, на то время это был просто блестящий город в архитектуре. Вот он вернулся и он решил построить здесь, отстроить город. Сипфорис, он и раньше существовал, просто он оказался в разрушении после восстания, которое там было в начале первого века. И вот он его решил отстроить по всем самым лучшим законам архитектуры Римской империи. Так что он просто блистал, он просто светился, он был удивительный город. И мы знаем, что в Евангелии нигде этот город по имени нигде Сипфорис не называется. Вместо этого один раз он упоминается так, как его все называли в том месте. Город, стоящий наверху горы. Так он и назывался между... Даже название не хотели упомянуть буквально, потому что оно было связано с мерзостью, с язычеством, с тем поведением, которое не угодно перед Богом, с тем, что захватчики принесли и насаждают в этой стране. И это удивительно, мы говорили, потому что Иисус провел свое детство и отрочество и юность в Назарете, который находился, ну, где-то не больше, чем часа пешком идти от Сипфорис. Он наверняка там был в качестве работника, там камни обтесывал, многие считают. Брайан так считает, кстати, Брайан Витт. И вот Иисус говорит, вы город, стоящий наверху горы, вы свет миру, вы те, кто на самом деле блистаете и светитесь. Эти белые или светлые одежды у Иисуса, которые ему одели в насмешку, он говорит, это, конечно, произошло гораздо позже, но читатели первого века, они же перечитывали и перечитывали, они могли сопоставить эти тексты, не правда ли? И они сопоставляли одежды Иисуса, о которых было написано уже в Евангелии от Луки, и здесь этот блистающий белый город Сипфорис. Вот он успех. Успех Ирода Антипы, который был одним из саддукеев, который хотел, чтобы Израиль был свободный, независимый, но понимал, что ничего не получится. Слишком сильна Римская империя. Поэтому лучше с ними договориться, лучше их задобрить, лучше построить город такой, который бы их устроил, и иметь успех. Иметь успех и перед императором, и перед людьми здесь в Галилее, и во всей Палестине, и, может быть, перед Богом тоже. Потому что ведь Господь знает, в каких условиях мы живем. И если мы будем стараться исполнить, насколько мы можем, конечно, его закон, и все остальное мы будем делать так, чтобы устроиться и в этом мире, то, наверное, будет успех. Ну вот здесь мы можем сразу сравнить. Сипфорис – это свидетельство Ирода Антипы о величии римской цивилизации, славе императоров и их победах о римском мире. А Иисус говорит – вы – церковь, вы тоже свидетели, но вы – свидетели Царства Божия, слава Отца Небесного, его доброты и милости, явленные через дела учеников Иисуса. Вот это первый путь успеха, о котором говорится здесь, в этом месте. Я хочу вас предупредить, что сейчас мы рассмотрим второй путь, и потом путь успеха. И мы увидим, что эти два пути, как путь Ирода, так и тот путь, который мы увидим, путь фарисеев, книжников и фарисеев, которые тоже искали успеха у Бога, они, на самом деле, не приводят к успеху. И Иисус нам предлагает другой путь, чтобы иметь успех у Бога. И как мы увидим, и у людей тоже. Так вот, если мы посмотрели так на первый путь, то сразу может появиться у слушателей и у нас с вами тоже вопрос. Интересно, почему Иисус сравнивает церковь учеников своих не с книжниками и фарисеями, которые были примером, образцом добродетеля исполнения законов, они знали лучше всех так его исполнить, а сравнивает с Ифорисом, с этим языческим городом. Может быть, он уже понял этот молодой галилеянин, этот раввин, который учит и имеет такой большой успех, и может быть, он хочет других научить, что закон можно уже не исполнять, что он уже как бы обветшал, что его можно отложить в сторонку или, как здесь переведено, нарушить. Может быть, у него либеральные взгляды, взгляды, каким образом вера может быть скрещена с современной цивилизацией, культурой, наукой, и таким образом показать, что христианство сегодня вполне может даже ничего так иметь успех и убогое перед людьми. Так они могли подумать. А что Иисус им говорит в 17 стихе? Не думайте. Он так слышит, как они думают, и говорит им, не думайте, что я пришел нарушить закон. Или пророков. То есть, получается, не только закон Моисеев, первые пять книг, но и пророков, то есть, все остальное Писание, так называли весь Ветхий Завет, всю Библию, закон и пророков. Не нарушить пришел я, но не нарушить. Ибо истинно говоря, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет. Если говорить о свете, если говорить о свете, то мы бы могли вспомнить, что на самом деле действительно здесь в этом самом законе и есть свет. Помним 118-й Псалом. Там написано, слово твое, светильник, ноге моей и свет стеземой. Или Петр во втором послании он поясняет это. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Похоже, что мы теперь на правильном пути. Похоже, что теперь мы все быстро определим, каким образом нам иметь успех перед Богом. Мы имеем закон. Иисус сказал, что его нужно исполнять. Мы его исполним. И это будет светом. И мы будем гордом, стоящим на вершине горы. И все-таки такое ощущение здесь, что Иисуса не привлекает имидж успеха по фарисеям и книжникам. То, как выглядели эти праведные люди. Ну, отличительной чертой этой одежды мы знаем из Евангелия. Это, когда Иисус обращается к ними, говорит о том, что вы все делаете с тем, чтобы видели вас люди. Расширяете хранилища свои и увеличиваете воскрылья одежь своих. Есть такое обращение Иисуса к книжникам и фарисеям. Это в 23 главе Матфея. Если мы сравним, что это за такие вещи, что это за одежда, то мы увидим, например, в книге Второзаконие. Там написано. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей. Навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. Поэтому, если вы поищите картинку с изображением фарисея или книжника тех времен, то вы увидите особую одежду. Здесь вот рукав немножко так закатанный. Из-под этого рукава видна. Рука правая, обмотанная лентами. А на этих лентах написано мелко и подробно текст из Писания. И у некоторых из них еще и лоб обмотан лентой. Это уже там написано. А у других есть, как здесь написано, хранилище. Такие коробочки, которые завязаны, а там в этой коробочке хранятся тексты из Писания. Или, как в книге чисел поясняется, объяви сынам Израиля, 15 глава чисел, и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежь своих, в родных, и в кисти, которые на краях вставляли нить из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, исполняли их. Они так все делали. В чем же дело? Почему Иисусу не понравились их одежды? Он говорит, да потому что вы делаете это на показ. И поэтому, когда он сказал, не думайте, он объяснил, что закон должен быть исполнен. Ученики не должны нарушать, то есть откладывать этот закон, но исполнять и учить других так делать. Опа, интересно, как это нас касается? То дальше он говорит, но исполнять нужно, не так, как это делают книжники и фарисеи. И вот теперь вопрос, о чем идет речь, что тут происходит? Мы посмотрели с вами уже на первый тип людей, которые стараются найти успех и у людей, и перед Богом тем, что они пытаются связать себя с теми, кто имеет политическую силу, богатство, авторитет. И неплохо при этом, если мы все равно верующие люди и знаем Писание. Если эти две вещи объединить, то, наверное, как раз получится то, что надо. Так многие и сегодня рассуждают. А вот есть второй тип людей. Эти люди хорошо знают, что лучше с этими всеми политиками и богачами, олигархами и другими не связываться. Лучше держаться в сторонке подальше от них. И держаться только Слово Божьем. И вот этот вот второй тип людей, они вроде бы исполняют все заповеди, они знают, как это все оформить так, чтобы вот в этих условиях, в которых они находятся, каким-то образом их все-таки исполнить. Но Иисус объясняет в 23 главе Матфея. Но они все это делают с тем, чтобы видели их люди. То есть подразумевается такой тип людей, жизнь которых связана с традицией в понимании современников. То есть с внешней демонстрацией благочестия и моральности, с убежденностью, что успех будет не потому, что они имеют особую связь с людьми сильными века сего, но если они будут иметь близость к религиозной власти. А религиозная власть связана с священными книгами. И поэтому, соответственно, они стараются их исполнять. Мы видим, что Иисус берет самые два популярные имиджа этого времени. Одежда успеха. Книга Джона Малой как раз была бы вовремя тогда тоже. Может быть, кто-то ей написал подобное, я не знаю. Просто до нас не дошло. То есть один имидж успеха – это были блестящие одежды цивилизации, Сафориса. И другой имидж успеха – это были кричащие одежды традиции иудейской религии. И потом Иисус говорит, вы знаете, эти оба имиджа – это просто только слабая карикатура той жизни, которая действительно является свидетельством успеха, которой вы можете жить и которой вы должны жить. Потому что вы – город, стоящий наверху горы. И люди увидят ваши добрые дела и будут прославлять Отца вашего Небесного. Вашей одеждой успеха будет ваша жизнь. На вашу жизнь будут с надеждой смотреть люди, потому что в вас они будут видеть свет. И эта одежда – это одежда истинной праведности. Пророк Исайя писал. В 61 главе мы можем прочитать 10 стихе. «Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения. Одеждою правда, правды или праведности» – это то же самое слово, которое звучит на еврейском как «цадака». «Одеждою праведности одел меня». И в дальнейшем, если мы внимательно посмотрим, что имел в виду Иисус, когда говорил об одеждах, когда упоминал или имел ассоциацию с этим стихом, говоря о праведности, потому что это как раз та самая одежда праведности, которую одевает Господь, а не сами люди, то мы увидим в последующих шести примерах, которые идут в этой главе, где Он разбирает каждую по отдельности. И самое главное, что мы здесь увидим, что эта праведность – это «цадака». Она выражает не внешнее поведение, не внешний имидж. Она выражает не закон, который проявляется как-то внешне. Она выражает тот закон, который написан на скрижалях сердца, не на бумаге, а внутри. Это не то, что человек может сделать собственными усилиями. Это то, что дает человеку Бог. И вот теперь остается нам посмотреть, как это работает. Мы посмотрели на два, на две попытки иметь успех перед Богом и людьми. И теперь Иисус поясняет, как правильно идти тем путем, который приведет к успеху. Интересно, что каждый из этих шести примеров, который идет после текста, который мы с вами прочитали, он связан со словом, которое так или иначе звучит, как «вы слышали». Я прочитал в одном месте, что раввины, которые сегодня специалисты, профессора в текстах священных книг того времени, вот о котором идет речь, они говорят, что было специально два термина, которым выражали разные два толкования писания. Мы, кстати, с многими из вас проходим такой предмет, который называется герменевтика или наука о толковании Библии. Это для вас тоже будет особенно интересно. И вот эти специалисты иудеи говорят, что когда употребляется слово «слышать», «вы слышали», то, что вы слышали, то это имеется в виду буквальное или поверхностное значение текста писания. То есть самое такое внешнее, самое поверхностное, не глубокое, которое касается внутренностей, а внешнее. Когда Иисус говорил, отвечал на искушение сатаны, то Он каждый раз говорил «написано». И вот этот термин, он касается внутреннего, глубинного, по учению сегодняшних этих раввинов, значения священного писания. А слово «вы слышали» – это больше то, как традиционно это воспринималось на то время. Внешнее выражение. Вот если посмотреть, например, на первое из этих примеров, вы слышали, что сказано древним «не убей». Кто же убьет – подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака – подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный» – подлежит гении огненной. Мы можем спекулировать и говорить, что здесь есть какая-то непонятная градация, что-то хуже, что-то лучше. На самом деле, опять-таки, специалисты нам подсказывают, что это все одно и то же. Все подлежит осуждению. Каждое из этих выражений, которые мы относим к нашему брату, к другому человеку, говоря ему «ты пустой человек» или «ты брака» или «ты безумный человек» – это все подлежит осуждению, наказанию, гиене. У нас появляется вопрос. Или нет? Вопрос очень простой. Минуточку, минуточку. Здесь написано, чтобы мы не гневались, чтобы мы не говорили «безумный». А разве Иисус сам не гневался? Помните там в храме, когда Он пришел и увидел, как люди там начали храм использовать для того, чтобы себя обогатеть? Он разгневался. Он не просто разгневался, он сделал оружие холодное, то есть бичи и веревками выкнул людей из храма. А разве Он не говорил слово «безумный»? Да вот та же самая 23 глава, сегодня уже вспоминали ее. Он там много раз говорит по отношению к книжникам и фарисеям «безумное». Он им говорит это самое слово «безумное». В чем дело тогда? Он имеет право, а мы нет? Что происходит здесь? И если мы посмотрим на то, что здесь написано, то мы обратим внимание сразу на это непонятное слово «рака». Мы скажем, ребята, те переводчики на синодальную Библию, вы что, у вас не было времени, чтобы перевести слово «рака» на нормальный язык, чтобы мы могли сегодня не переводить, не мучиться? И мы будем к ним несправедливы, потому что переводчики иногда сталкиваются с проблемой, что ну невозможно перевести слово адекватно на наш язык. Надо оставить, как оно было, и потом каким-то образом пояснить или рассказать или еще что-то не переводится. Рака – это на самом деле ругательство. Или почти самое такое неприятное ругательство. Даже странно, что Иисус его употребил. Это ругательство в менталитете людей, евреев, евдеев того времени. Это все равно, что сказать «ты ничто». Это даже не никто, и не имеешь статуса, ты не имеешь успеха, а ты вообще пустое место, пустота, ничто. И это было скверное слово. Это было такое отношение, когда мы проходим мимо человека, и человек даже не заслуживает того, чтобы поругаться с ним. Просто проходим мимо, ничто. Или если мы отзываемся на чье-то замечание какого-то человека. Давайте возьмем сегодняшний популярный пример где-нибудь в социальных сетях, где-нибудь на каком-то Фейсбуке. И мы просто не согласны с этим человеком, с его политической позицией, с его недальновидностью, с тем, что он своими постами, да еще на таком положении, которое он имеет, он провоцирует других, и это все приведет нашу страну еще в более плохое положение. Или вообще он что, ничего не понимает, не может почитать нормальные источники? И у нас появляется это ощущение, которое иногда выражается, иногда более прилично это я про себя говорю иногда. Не то, что я прилично выражаюсь, я про себя говорю, что у меня так бывает, что я делаю то, что не положено делать. Что я передаю, пусть даже и другими словами, идею, что человек не совсем умный, как здесь написано, безумный. Или еще хуже. Я проскакиваю, это ничто. Я на это даже внимания не буду обращать. И он говорит, нет, если вы так поступаете, то это значит все равно, что вы убили человека. Мы скажем, нет, вот это вот уже все. Ты, может быть, нам до сих пор рассказывал много чего еще можно было как-то вместить, но каким образом мой невинный пост в Фейсбуке можно приравнять к убийству человека? А это то самое, что Иисус здесь сказал. Как вы это понимаете? Есть такой эффект парника. Если в парник вы посеете семя, то там так все обустроено, и удобрение, и почва, и атмосфера, и все, что то растение, которое ни за что не произрастет за пределами парника, там оно прорастает. Теперь представьте себе два семени или, например, два желудя. Оба упали с одной и той же ветки из дуба. Но один упал на землю и попал в какую-то ямку там. Такой своеобразный парничок получился. А другой упал на асфальт и засох. Или наоборот сгнил, потому что дожди пошли. Из одного получился дуб, а из другого ничего не получилось. И теперь давайте перевернем эту иллюстрацию и посмотрим, как это бывает в жизни. Мы так бываем сердито на тех людей, которые совершают большие грехи. Уж не говоря о том, что если кто-то причинит насилие или, не дай Бог, убьет кого-то, то даже какие-то сексуальные грехи у нас тоже есть своя градация. Мы просто не просто не понимаем, а у нас еще зажигается внутри, когда мы слышим, что есть такие люди, которые и так поступают. Да еще и открыто поступают. Да еще и бравируют этим. А Иисус говорит, вы тоже самое делаете. Сразу после этого идет следующий грех. Это то, что касается сексуальных грехов. Просто на самом деле ваш желудь не попал в парник, не попал в ямочку эту, на почву. Если бы вы выросли в другой семье, если бы вы выросли, может быть, в другой стране или в другом городе, в других обстоятельствах, вы, вы самый, тот самый человек, я тот самый человек, мы бы очень легко могли стать в ряды тех, кого мы презираем. Поэтому, Иисус говорит, нет разницы. Здесь внутри нас все начинается. И если мы внутри себя не изменим, то мы ничем не лучше тех людей, которые нарушают заповеди, закон Моисея. Когда Иисус говорит безумные книжникам и фарисеям, когда Иисус гневается, то это никогда не для того, чтобы унизить человека, не для того, чтобы его уменьшить, для того, чтобы его обсмеять. Он к каждому человеку относится с любовью. И вот это вот как раз и есть та самая цадака, про которую, про которую мы уже говорили, о которой написано, что он наденет нас в одежды правды, в одежды праведности. Потому что у евреев в менталитете просто не было ничего такого, чтобы было связано с каким-то качеством внутренней жизни, которое бы не проявлялось при этом обязательно в каких-то поступках. То есть праведность для евреев, та праведность, о которой цитирует и которую приводит здесь Иисус, это праведность отношения между нами и другими людьми. Это праведность того, как мы в тех взаимоотношениях, в которых находимся с каждым из окружающих из нас людей, поступаем в каждом конкретном случае. Праведность это тогда, когда если я и гневаюсь, то я это делаю только с любовью, с желанием видеть лучшее для человека. Мы не можем не гневаться, например, когда мы видим, что человек себя загоняет в могилу тем, что он применяет наркотики или алкоголь. Для того, чтобы его спасти, мы исполняемся гневом. Мы не можем не гневаться, когда мы видим другого человека, который совершает преступление по поводу того, кто слабее его, то в неравном отношении. Но Иисус нам говорит, что всякий раз, если наш гнев односторонний только для того, чтобы уменьшить человека, для того, чтобы его низвести в пустоту, для того, чтобы сказать, что ты никто, ты ничто, это всякий раз то же самое, что убийство. Вспомните Иисуса, когда его обсмеивали, обплевывали, избивали. И что Иисус тогда сказал что-нибудь, какое-то такое слово, «Да кто вы такие грязные свиньи, что вы на меня, на сына Божия нападаете?» Мы могли себе представить какого-нибудь партизана советского, который так делает, когда на него нападают, например, фашисты-гитлеровцы. Или наш родной украинец-националист, который попал в лапы этим всем людям, которые безумные, которые ничто, которые делают все эти непотребства там, потому что они не могут подумать, что происходит. Но Иисус так не делал. И Иисус всегда говорил, «Всякий раз, когда вы видите, что человек делает что-то против вас, и когда вы готовы сказать этому человеку что-то, всякий раз остановитесь и подумайте, этот человек является творением Божиим, сделанным по его образу и подобию, и вы должны к нему соответственно относиться». Есть два пути, есть два дерева, есть два дома в конце Нагорной проповеди, о которых говорит Иисус. И нам так легко сказать, что два пути – это один путь исполнения заповедей, а другой не исполнения. Один путь к Богу, а другой путь без Бога, от Бога. Но когда мы читаем Нагорную проповедь, мы видим что-то совершенно другое. Мы видим две молитвы. Одна молитва перед людьми, такая, которая возвеличивает сама себя, которая наполняет себя и унижает других. И другая молитва в тайне, которая перед Богом. Одна на перекрестках улиц, другая за закрытой дверью. Есть две милостыни, два пожертвования. Одно такое, что все окружающие видят и замечают, и другое такое, которое никто не заметит. Есть два пути. Один путь – это путь успеха перед Богом. Это тот путь, который является путем праведности. Не такой праведности, что я наполняюсь праведностью. Я возвышаюсь, я возвеличиваюсь, я смотрю на вас с высоты моей праведности. Но такой праведностью, которая является цадака. Праведностью моего отношения к каждому моему ближнему и дальнему. К каждому человеку. Потому что так создал Бог мир. Потому что древние евреи так и понимали. Цадака – это закон, заложенный Богом при сотворении в мир. Мир работает тогда, когда есть цадака. Брайан Либбин еще бы нам подсказал. И мишпат – это действительно два термина, которые дополняют друг друга. Потому что, если вы почитаете богословские книги на эту тему, то как раз цадака или праведность, она выражается в мишпате. В том, как строится общество вокруг этой праведности, как мы относимся друг к другу. То есть праведность – это тогда, когда я… Даже если самый большой обидчик, самая большая несправедливость по отношению ко мне сделана. Если я не могу простить, я не могу справиться с этой обидой. А Иисус говорит – цадака – это тот закон, который я вложил в мир. И если ты не можешь простить, то это значит, что ты заболеешь физически, психически. Ты не сможешь четко думать. У тебя нарушатся взаимоотношения с твоими близкими, в твоей семье. Общество будет разрушаться. Помни праведность. Помни правду, которую я даю тебе. Это закон мира, который я вложил в него. И эта праведность – такая праведность, что мы понимаем каждый день. Каждый день я замечаю, что меня ее не достает. И поэтому Нагорная проповедь начинается с этого – блаженный нищий духом. И блаженный плачущий, блаженный оплакивающий, что мне не достает этой праведности. Господь дал, вложил его в мир, а у меня ее не хватает. Я ощущаю себя нищим. И я плачу, и Господь мне говорит – и поэтому ты блажен. Не потому, что ты праведный такой, высокий, замечательный, светящийся, а потому, что свет твой исходит только тогда, когда ты, начиная с того, что ты понимаешь свой недостаток, начинаешь оплакивать, начинаешь жаждать и алкать этой праведности. Приходишь ко мне – и я одеваю тебе эти одежды. И ты становишься милостивым. Как ты можешь не быть милостивым, если я стал рака за тебя? Послание филиппийцам. Вторая глава. Он обнищал ради нас. Это слово, оно как раз и есть – опустошил себя. Это слово, которое по-другому передает эту же самую идею. И если Господь ради нас опустошил себя, стал рака ради нас, чтобы мы могли наполняться, жаждать этой праведности и получать от него наполнение этой праведности. Если он предлагает нам через себя, через то, что он совершил на кресте, вернуть этот принцип, который он вложил при создании в мир, который был разрушен во время грехопадения, но теперь силою Божию, силою того, кто умер за нас, и действием Духа Святого он восполняет в нас, то вот тогда мы сможем быть этим городом, который стоит наверху горы. Иногда мы можем светить окружающим людям, потому что они будут смотреть на нас и будут видеть, что мы прощающие люди, что мы люди, которые миротворцы, что мы те, которые имеют милосердие, что мы те, которые готовы пострадать, быть преследуемыми за правду, за праведность Божию, за цедака Божию. Мы говорили с вами, что у нас под заголовок – это одежда для успеха, и поэтому я закончу этой картиной, этой одеждой для успеха. Иисус в ту ночь, в которую Он предан был, в горнице с учениками, написано «снял с себя что?» Что Он с себя снял? Он снял с себя, там написано «одежду». Курсивом там дополнено, благочестивые переводчики дополнили верхнюю одежду, потому что как это уже себе представить, что Он вообще разделся? Там не случайно написано «снял с себя одежду». Если мы ищем одежду для успеха, то мы должны смотреть на того, кто снял с себя одежду, кто припоясался, взял полотенце и начал подходить от одного к другому грязным, вонючим, пыльным ногам своих учеников. Это была только работа для тех, кто был рака, только для тех людей, которые ничто, самые последние слуги. Иисус таким стал ради нас. Вот это и есть одежда для успеха. Одежда для успеха перед Богом и перед людьми, кстати говоря, это одежда служения. Иисус говорит «Вы – город, стоящий наверху горы». В том случае, если вы исполняете закон до последней йоты, до последней черточки, «И вы это сможете сделать только тогда, когда вы примете от меня одежду цадака, одежду праведности». Не один раз навсегда, каждый день. был один такой англиканский священник в XVIII веке, один из основателей большого движения, которое было названо потом «Методизм», Шон Байфилд. так вот про него рассказывает, он где-то сам записал, о том, что он положил себе за правило каждый день иметь несколько вопросов к самому себе. Не знаю, утром это было или вечером, но он задавал себе такие вопросы разные, и один из них, это был вопрос «Сегодня, подумал ли я о ком-нибудь так, что это не полностью отражает тот образ, который заложил в него Господь? Сказал ли я, подумал ли я, сделал ли я что-нибудь про другого человека так, чтобы его унизить, а меня возвысить?» Поэтому каждый день Господь предлагает нам обликаться в те одежды, которые Он предлагает нам. Да будет ему слава за это. Да будет ему слава за то, что Он открыл для нас путь успеха перед Богом. Да так еще, что люди, когда смотрят на церковь в Джиролу-Надии, они видят свет. Нет, не наш. Свет того, кто есть свет. Свет того, чей свет мы отражаем. Давайте Его возблагодарим за это. Аминь. Господь наш, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, в который Ты напоминаешь нам о том, что Ты пришел. Это время Адвента, время Твоего прихода. Мы вспоминаем о том, что Ты пришел для того, чтобы свет воссиял с Востока. Для людей, сидящих во тьме, воссиял свет великий. И этот свет, Господи, который однажды засиял там в яслих в Вифлееме, для нескольких людей, сегодня сияет для нас, собравшихся здесь. Помоги, Господи, нам жить так, с Твоей праведностью, чтобы он так же сиял и для многих-многих людей, которые еще до сих пор находятся во тьме. да будет Тебя слава. Аминь. Спасибо большое, Сергей Борисович. Сейчас мы собираем пожертвования, поэтому давайте делать это с чистым сердцем, доброохотно. Я уверен, что Господь даст нам все необходимое для всяких добрых дел. И сейчас мы молимся за наши нужды. Поэтому можно говорить свидетельство. Да, пожалуйста, выходите сюда, можно заявлять нужды. Будем молиться. Я хочу за Надю. Это бабушка Дениса, наша волшебная женщина. Ей плохо было вот на этой неделе, у нее давление, и она одна там. Я так понимаю, что ей даже помочь некому. Дочка болеет, Дениса нет. В общем, давайте молиться за нее, чтобы Бог ее исцелил. И прошу за Андрюшу. У него бронхит, начиналась ангина, перешло не в бронхи, а сюда вот повыше. В общем, лечимся, чтобы Бог его исцелил, и нашу семью сберег. Спасибо. Приветствую, дорогая церковь. Я прошу очень молиться за моих родственников в Нижне. Четыре семьи и всех COVID. Особенно за дядю Олю, потому что у нее не сразу обнаружена ни пневмония, у нее еще и сахарный диабет, и все это усложняется. И за дядю Володю, у него двухсторонняя пневмония, и очень высокое давление, тяжело сбиться. Спасибо большое. Всем привет. И у нас есть одна семья, знакомые, у которых вся семья переболели на COVID, еще и ну, папа умер. То есть, папа жены умер, и все это одновременно свалилось. В общем, очень сильно нуждаются, как обычно, все в поддержке молитвенной. Давайте друг друга нести, и даже если мы не знаем кого-то, кто болеет, то сами понимаем, что болеет очень много людей. И просто молиться каждый день за то, чтобы Господь давал и силы, и ангелов, и исцеления. Спасибо. Доброго дня всем. Я, возможно, трошки больше часу займу. У вас это и потреба, и в то же час до вас питание и заклик, запрошение. Ну, если можно, кто знает, чув про маленькие группы, их называют библейные группы, домашние группы. Кто слышал про это? Вот, Марина только слышала. Ага, идите, Станя, спасибо вам. Кто не слышал, я говорю про то, что мы периодично в церкви нагадываем про такие речи. У нас в церкви это есть, в многих церквах это есть. И это, ну, как на меня, очень классный инструмент, возможность для тех людей, кто в этих группах есть, и Слово Божие вивчать, и делиться потребами один одного, и помогать один одному. Мы это оновлюем, потому что, ну, цей карантин, я думаю, десь он многих людей начинает спрашивать, кто-то не приходит в церкву, с певных причин, кто-то и в группы не ходит. А группы это это возможность как раз все-таки быть в меньшей кількости людей, но все-таки быть разом, и отримать и давать поддержку один одному. Поэтому я хочу запитать вас и закликать, если вы в группе не слышали про это, будь ласка, подойдите до меня, мы попробуем вас как-то визначити, какую группу. Если вы ввели группу, может введите сейчас группу, тоже подойдите до меня, мы тоже это как-то зазначимы соби. Просто, группа, там разные люди есть, далеко не идеальные люди там есть. Можливо, часто есть конфликты, я сейчас скажу про нашу группу, не то, что часто, но, возможно, мы не понимаем один одного, но мы люди. Но в тот же час, это, как правило, это всегда поддержка один одного, это всегда близкие отношения, чем в церкви, это возможность быстро реагировать на какие-то потреби, которые возникают, я, очевидно, знаю больше потреб, из тех, кто я в группе. Поэтому, пожалуйста, не нехтуйте этой возможности, подходьте, это возможность помогать один одному, залишаться, ну, не втрачать перемогу, какую мы можем отримовать в Христе. То, будь ласка, подходьте до меня, будем записываться. На группу ходить очень важно, на самом деле, все это знают, я думаю, возможно, не у всех получается, но все, да, знают. Саша и Дима напомнили, по поводу групп, а меня Максим попросил сегодня, я забыл совсем, в конце проповеди, для групп как раз сделать, предложить несколько вопросов для обсуждения. Я поэтому очень коротко предлагаю вопросы, вы можете свои собственные дополнить, может быть, у вас лучше будет, чем мои, но мои вот такие, первые, что мы можем конкретно делать, чтобы наша праведность превзошла праведность книжников и фарисеев. И второй вопрос, как нам относиться конкретно, практически, к тем людям, которые носят одежду для успеха, такую, которая нас несколько раздражает? Да? Спасибо. Хорошо, будем размышлять, да? Вопросы хорошие. Ну что ж, я предлагаю, тогда, давайте будем молиться, да? Давайте это все отдадим Богу, который за нас печется, да? Который хочет, чтобы... У Которого есть о нас намерение, как написано в Писании, на добро, да? Чтобы все происходило хорошо. Дорогой Господь, благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог, и Ты наш Бог, потому что Ты нашел нас, Ты привел нас в Себе, очистил, мыл нас, ввел в свою семью, в свое присутствие, и мы сейчас имеем эту привилегию просить Тебя за наши нужды, отдавать Тебе наши заботы, доверять Тебе и знать, что Твои ответы будут самые лучшие, и что Твоя забота, она тоже самая лучшая, и решения и ответы будут самые лучшие для нас. Дорогой Господь, мы просим Тебя сейчас за бабушку Дениса, за Надю, мы просим Тебя благослови, пожалуйста, ее, мы просим Тебя укрепи, пожалуйста, ее, мы просим благослови ее физически, благослови ее духовно, чтобы через эти трудности, которые она сейчас проходит, она укрепилась в отношениях с тобой, в вере, в том, чтобы видеть твое действие, благослови ее, мы просим за ее исцеление, укрепление. Дорогой Господь, мы просим Тебя за Андрея Юхименко, и просим, чтобы Ты также дал ему тоже свою благодать. Мы просим за его исцеление, за его укрепление, чтобы ты накоснись его, пожалуйста, наполни его своим благодатью, и чтобы исцеление пришло как можно быстрее. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Мы, дорогой Господь, просим Тебя за родственников Аллы, которые находятся в Нежине. И мы просим, благослови ее родственника, благослови эти семьи, дай им Твою помощь. Мы просим тоже за их исцеление, восстановление. Мы особенно просим за тетю Олю, за дядю Володю, и просим об исцелениях от пневмонии, об их восстановлении. Но мы, конечно же, просим о том, чтобы через это все они укрепились в Тебе, и в этих семьях Твое Святое Имя славилось, чтобы они познали Тебя. Если не знают, если знают, чтобы просто славили Тебя за исцеление. Дорогой Господь, просим Тебя за семью, за Васю, за Лену, за сына Даника их. Благослови, пожалуйста, их. Мы просим тоже за их исцеление, за благодать для них, за Твою заботу, за то, чтобы Ты дал им Твою помощь в этой ситуации, за их укрепление. Благослови, пожалуйста, дорогой Господь. Мы также просим Тебя за семью, которая вся переболела, и где отец умер у них. Мы просим, Ты знаешь, за какую семью мы молимся, дорогой Господь. Мы просим Тебя о помощи для них. Мы просим, чтобы Твое благословение пришло в эту семью, и Твой свет пришел. Помоги им, пожалуйста, им. Дорогой Господь, просим Тебя за это. Мы просим за всю нашу церковь, Господи, мы просим Тебя защити всех нас. Мы вот в это время, мы внуждаемся в Тебе, и внуждаемся, чтобы именно в Твоей благодати стоять, чтобы пребывать в отношениях с Тобой, чтобы Твоя сила действовала, защита была с нами, чтобы наша вера укрепляла, чтобы наши отношения с Тобой росли, и чтобы действительно быть светом и солью в этом мире, и светить во славу Твою. Благослови, пожалуйста, нашу церковь, чтобы она была церковью, которую Ты хочешь видеть, которая светит в Киеве, может быть, светит во всем мире. Благослови нас. Мы просим о том, чтобы наши личные отношения с Тобой возрастали и укреплялись. И также мы просим Тебя за наши малые группы, как часть нашей церкви, где мы можем практиковать дары, служение друг другу, общение, изучение слова. Мы просим, благослови, пожалуйста, наши группы. Мы благодарим Тебя за Александра, который взялся организовывать эту группу. Мы просим благословения для ее служения. Малые группы, просим благослови, пожалуйста, дорогой Господь Александра. И мы просим о том, чтобы все в нашей церкви были участниками малых групп, чтобы все мы могли на местах практиковать Твою любовь в таких небольших группах и служение другим людям. Благослови, пожалуйста, нас. Дорогой Господь, мы просим Тебя за нашу страну. Мы просим Тебя, чтобы как можно быстрее миновала вот эта эпидемия, чтобы вернуться к нормальной жизни, чтобы экономика начала восстанавливаться, чтобы работа была, чтобы все были здоровы. Благослови, пожалуйста, наши семьи. И мы просим Тебя, особенно тоже за наши семьи, за наших детей, за наши отношения в семьях, чтобы все это славило Тебя и светило, было светом для мира вокруг нас. Мы просим обо всем этом во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok